Кролик В Китае кролик является извечным спутником ночной богини Чаны. Он отправился с ней на Луну, где и поселился. Луный или нефритовый кролик Юйту живет на Луне и толчет волшебный эликсир бессмертия. Верили китайцы. У древних и мудрых ацтеков бог Луны Мецли изображается в виде черного диска или сосуда с водой, на котором нарисован кролик. То, что кролик дарит бессмертие, использовали китайские императоры, изображая кролика на эмблемах власти. Это было залогом долголетия царственной особы. Фигура кролика или зайца вообще часто появляется в народных сказках. Там он может быть представлен хитроумным и изворотливым, а может, робким и слабым. Трусость зайцеобразных связывают с маленьким сердцем. По легенде, бог, когда лепил кролика из глины, случайно сделал ему слишком длинные уши, глины не хватило на сердце. Бог не захотел отрывать кролику уши. Очень уж они получились симпатичные, поэтому глину он взял из хвостика. В результате и хвост получился куцем, и сердце маленьким. Кролик. Особое животное для буддистов. Это символ самопожертвования, ведь кролик предложил себя в пищу Будде. Вот что рассказывает нам легенда. Будда решил испытать животных и явился к ним в виде бедного странника. Он попросил у зверей пищу. Тут же обезьяна принесла ему орехи из дерева. Лис принес рыбу из реки. А несчастный кролик не смог найти в полях никакой пищи. Он очень расстроился, попросил лиса и обезьяну развести костер. Кролик сказал страннику, съешь меня. И сам прыгнул в костер. Будда заплакал, восхищенный этой великой жертвой, и перенес кролика на луну, чтобы хоронить в своем лунном дворце. Кролик. Традиционное пасхальное животное во многих европейских странах. Как и все ритуальные животные, он имеет языческие корни. Символизирует плодородие и весну, и возрождение. Более того, пасхальный кролик несет красивые пасхальные яйца и оставляет их в подарок хорошим детям. В языческой Германии была богиня весны и плодородие и остро, иногда она изображалась с кроличьей головой. Ее чествовали в день весеннего равноденствия. Кролик, так же как и яйцо, был символом плодородия, новой жизни, возрождения. Это связало его и с христианской пасхальной символикой, с праздником весны, воскрешением Христа и началом новой жизни. Особой символикой обладает кроличья лапка. Это один из сильнейших магических атрибутов. В средние века считалось, что кроличьи лапки носили с собой ведьмы. Ведьмы могли обращаться в кроликов и кошек. Существует поверье, что крольчата рождаются с открытыми глазами. Поэтому кролик считался зверем счастливым, а кроличья лапка защищает от сглаза и открывает в своем обладателе магические силы. Часто кроличью лапку дарили на первую премьеру суеверным актерам. Лапку полагалось хранить вместе с гримом, наносить ей краску. Лапка сулила актеру творческий успех, должна была дарить вдохновение. При этом потерять лапку означало навсегда расстаться с актерским даром. Кролик или заяц? Есть ли между ними разница? Каждый из нас когда-то задавал подобные вопросы, и это вполне естественно, ведь они так похожи друг на друга. Но все же разница между ними достаточно велика. Заяц не роет норм, в то время как кролик только этим и занимается, создавая подземную многокомнатную квартиру со множеством путей сообщения и эвакуации. Кролик, несмотря на пугливость, предпочитает жить неподалеку от человека, заяц же, напротив, избегает близости человеческого жилья. Зайца невозможно приручить, неволе его убьет, а кролик был одомашнен давным-давно. Крольчиха заботится о своих детенышах, пока они не повзрослеют, а у зайчат мама является та, что кормит их в данный момент времени. Заяц спасается от опасности бегством, кролик же норовит куда-нибудь спрятаться. Заяц, чья шкура и мех не представляют большой ценности в отличие от кроличьих, чьи отдельные породы являются сырьевой базой для производства кожаных и меховых изделий. Кроличье мясо является диетическим. Заячий уступает ему по содержанию жиров и белков. У зайца два десятка пород, у кролика более двухсот. Одно из главных отличий кроется в художественной литературе. В художественной литературе в качестве главного или одного из главных героев кролик в основном распространен в западноевропейской и американской литературе. Это не случайно. В дикой природе кролик лучше чувствует себя именно в западных, то есть в более теплых странах, и потому он вполне естественно вошел в фольклоры и авторские. Произведения зарубежных писателей. На Руси кроликов не было, зато было много зайцев, поэтому заяц популярный герой русских народных сказок. Всем с детства знакомы сказки. Заячья избушка, зимовье зверей, колобок, басня Крылова «Заяц на ловле», поэма «Дедушка Мазай и Зайца». Кролики очень сообразительны, не случайно, Алан Милл в своей книге «Винни-Пух и все, все, все» наделил мозгами всего двух своих героев, собой кролика. У остальных персонажей в головах были вата или опилки. Правдивые истории о лесных жителях и в частности о зайцах писали Бианки. Скребицкий, Паустовский, Пришвин, Мамин-Сибиряк и другие. На сегодняшний день зайца можно встретить лишь в лесу или в зоопарке, а вот кролик стал популярным домашним любимцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова